МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала Первый Карагандинский и Ягуль Нуржакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Жертва гололеда. На улице Гоголя 80-летняя пенсионерка подскользнулась и упала. Прибывшие медики констатировали смерть женщины. Карагандинская область занимает второе место в Казахстане по уровню коррупции в сфере образования. Такие данные были озвучены на очередном заседании областного совета по этике. Старшеклассники со всех регионов областей собрались в Караганде для участия во втором туре Олимпиады по электронике. Организатором интеллектуального соревнования выступил Карагандинский государственный университет имени Букетова. 80-летняя пенсионерка умерла на глазах у прохожих. По словам очевидцев, женщина подскользнулась на тротуаре на улице Гоголя, ударилась головой и больше не придавала признаков жизни. Прибывшие медики констатировали смерть. Вот то самое место, где 80-летняя Карагандинка получила смертельную травму. Несчастный случай произошел в полдень 15 марта на глазах у прохожих. По словам очевидцев, пожилая женщина поскользнулась и упала, ударившись головой. Ирина Маховикова работает в одном из магазинов, расположенных здесь же. Она стала одним из тех, кто видел все собственными глазами. Мы сидели, работали. Получается, я подошла к окошку, смотрю, люди тут собираются. Мы не поняли, что произошло. Вышли всем коллективом. Смотрим, бабушка лежит. Ей плохо. Женщина проходящая делала массаж сердца. И ждали скорую. Сегодня это место посыпали песком. Но местные жители утверждают, что уже несколько дней здесь был жуткий гололед. Здесь постоянно. Иногда подчищают, но в основном ходишь, где снег выпал, чтобы здесь не ходить. Вот так потихоньку, потихоньку, чтобы не упасть. Всегда гололедом. Весенний гололед всегда был настоящей головной болью для коммунальщиков. Дорожные рабочие заявляют, что периодически обрабатывают тротуары смесью из песка и соли. Однако погода берет свое. На этом участке мы посыпали, скажу вам, это было где-то около недели назад. Я проходил там сам с бригадой. Проходили, мы расчищали тротуары. После этого посыпали. После этого уже сколько времени прошло. Весна такая у нас. То снег идет, то мороз, то все это слякоть превращается, потом опять замерзает. В пресс-службе управления здравоохранения Карагандинской области рассказали подробности случившегося. По информации медиков, пострадавшая умерла до приезда кареты скорой помощи. Бригада скорой медицинской помощи провела все реанимационные мероприятия, но они не дали результата. Истинную причину смерти установят эксперты. Стоит отметить, что за неделю за помощью в областной центр травматологии имени Макожанова обратилось около 300 карагандинцев. В основном это люди с различными переломами и растяжениями. Большинство пациентов пожилого возраста. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Карагандинская область занимает второе место в Казахстане по уровню коррупции в сфере образования. Такие данные были озвучены на очередном заседании областного совета по этике. В части коррупции система образования Карагандинской области занимает одно из лидирующих мест. Этому вопросу в областном департаменте по делам государственной службы и противодействию коррупции уделяется особое внимание. Антикоррупционную службу обеспокоили случаи совместной работы близких родственников в организациях образования. Выявлено множество таких примеров в школах и детских садах. Это может привести к противоречию между личными интересами и должностными полномочиями, заявили на заседании Совета по этике. По результатам мониторинга, проведенного по итогам 2017 года, имеет место коррупция в системе образования. В коррупционных правонарушениях отмечены директора школ и детских садов. А руководители отделов образования Тимиртау и Каражал были осуждены за коррупционные преступления. Вышеперечисленные факты показывают низкую работу местных исполнительных органов, направленных на предотвращение коррупции. Отмечается невысокая личная ответственность руководителей и отсутствие надлежащего контроля. На заседании Совета также рассмотрели дисциплинарное дело, возбужденное в отношении руководителя Тимиртауского отдела ЖКХ Низами Гаджиева. Павлодарские полицейские задержали чиновника за непристегнутый ремень безопасности в автомашине. Составлен административный протокол, назначен штраф. По мнению участников Совета, государственный служащий не должен давать повода для негативного отношения со стороны общества. Государственные служащие сейчас находятся под пристальным вниманием обывателя. Поэтому мне это неприемлемо, если он нарушает какие-то нормы этики. Это становится общеизвестным фактором. Тем более, что блогер Павлодара пишет на блог председателя агентства о том, что государственный чиновник города Тимиртау нарушил нормы этики. Вот к этому надо обращать внимание не только господин Гаджиев, а все государственные служащие, потому что сейчас народ обращает на все это внимание. На заседании Совета также обсудили результаты анализа должностных инструкций по точному определению задач и объема должностных полномочий, а также об итогах анализа по привлечению государственных служащих к сверхурочной работе и к работе в выходные дни. Андрей Теншал, Карел Тенбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. На строительство общежитий государство поэтапно выделит 118 миллиардов тенге. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки. Средства будут выделяться в течение 10 лет. В том числе новые общежития появятся и у карагандинских вузов. Мы продолжаем получать отклики от карагандинцев на социальные инициативы, озвученные президентом страны 5 марта. В следующем году на строительство студенческих общежитий будет выделено порядка 100 миллионов тенге. Самый большой пик финансирования придется на период с 22 по 26 годы. Всего, по словам вице-министра образования и науки Бибигуля Сыловой, будет выделено порядка 118 миллиардов тенге. Вместе с тем, обеспечением надлежащего качества уже существующих студенческих общежитий будут заниматься сами вузы. С успехом бытовые условия студентов улучшают в Карагандинском государственном университете имени Букетова. На сегодняшний день в нашем университете имеется 6 общежитий, которые соответствуют всем определяемым требованиям. Студентам очень комфортно проживается. Мы ежегодно проводим работу для того, чтобы что-то благоустроить, что-то улучшить. То есть на сегодняшний день у нас нехватки мест в общежитиях не наблюдается, потому что у нас количество проживающих меньше, чем количество имеющихся мест. Поэтому мы сейчас создаем все необходимые условия, вернее продолжаем создавать все необходимые условия для того, чтобы обеспечить быт наших студентов. Ранее отмечалось, что в жилье нуждаются порядка 40% всех казахстанских студентов. Для решения данной проблемы в рамках пяти социальных инициатив президента будут построены новые общежития по всей стране. Что касается остальных пунктов выступления главы государства, то в университете уверены, что только совместными усилиями можно реализовать все замыслы президента. Я думаю, сейчас главная задача нас как общества – это сделать все возможное для того, чтобы эти инициативы президента были воплощены в жизнь. Конечно, очень многое будет зависеть от исполнительных органов власти, от того, как будут они осуществляться на местах, в регионах и так далее. А мы, граждане страны, как патриоты своей страны, должны думать о том, чтобы эти все начинания воплотить в жизнь. То есть помочь друг другу, помочь молодому поколению, молодежи помочь. По мнению карагандинских ученых, президентам не на словах, а на деле реализуется определение нашей страны, данное в Конституции – социальное государство. Именно этому определению в полной мере соответствуют запущенные инициативы, создающие более качественные социальные условия для всех граждан страны. Андрей Теном, Анкужанов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В некотором царстве жили король и королева. Росли у них три дочери-принцессы. И вот однажды злая колдунья предвещала, что принцессы заболеют инфекцией. Но король с королевой узнали, что волшебная вакцина спасет их детей, и они никогда больше не заболеют. Завтра я поведу вас на прививку, а теперь пора спать. Подготовлено Национальным центром проблем формирования здорового образа жизни Министерство здравоохранения Республики Казахстан. Национальная палата предпринимателей Атамикен объявила о начале приема заявок для участия в конкурсе на соискании «Алтынсапа» и республиканском конкурсе выставки «Лучший товар Казахстана». О правилах конкурса рассказали в региональной службе коммуникации. «Алтынсапа» – премия президента Республики Казахстан. Национальная награда за достижения в области качества. Вручается главой государства и действует под его личным патронажем. Присуждается ежегодно на конкурсной основе за достижения организации значительных результатов в области качества продукции или услуг. Ежегодно претендентами на «Алтынсапа» становится около 200 предприятий страны. В нынешнем году введена дополнительная четвертая номинация – премия в области сельского хозяйства. Утверждены две специальные премии – «Лучший индустриальный проект» и «Лучший инновационный проект». И, соответственно, теперь премии будут получаться по категории «Субъект малого, среднего и крупного» принимательства по четвертым номинациям. Это лучшие поперятия производственного назначения, лучшие поперятия, выпускающие товары для населения, лучшие поперятия, оказывающие услуги. И новая четвертая номинация – это лучшие поперятия, выпускающие продовольственную продукцию и лестерство хозяйственной продукции. Также введены в текущем году мероприятия участия принимателей в данных конкурсах. Это будет выделяться победителем на весах конкурсов денежной премии в размере 1 миллиона тенге, что будут способствовать участию в данном конкурсе. Изменения коснулись и процесса участия в конкурсе. Введен дополнительный четвертый этап. Эксперты будут выезжать на место, чтобы оценить процессы производства и технологию. Участвовать в конкурсах могут индивидуальные предприниматели и юридические лица, которые занимаются производством товаров или оказанием услуг. Участники брифинга отметили, что в нынешнем году много изменений. В первом году они не только могут вкладывать в бумажные изменения, но и в электронном варианте через 5-5 сапог. Будут проведены зрительный отбор, выйдут 27 финалистов, и уже и среди этих финалистов будут объявлены голосованные номера. Желающие принять участие в региональном конкурсе должны до 20 июня представить заявки и материалы в региональную палату предпринимателей. В этом году региональная конкурс-выставка «Лучший товар Казахстана» пройдет 30 июня в Караганде в городском центральном парке. Гульнур Жакен, Андрей Тенц, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Караганде стартовал второй тур региональной олимпиады по электронике. Пять учеников 10-11 классов со всех уголков области собрались в Карагандинском государственном университете имени Евнея Ростановича Букетова. Олимпиада нацелена на популяризацию электроники. В условиях массового внедрения цифровизации в Казахстане возрастает спрос на кадры технического профиля. Об этом свидетельствует и одна из инициатив, озвученных президентом. В этом учебном году больше половины дополнительных образовательных грантов будет выделено на технические специальности. Одной из наиболее востребованных специальностей в век развития информационно-коммуникационных технологий является радиотехника, электроника и телекоммуникации. Преподаватели вузов стараются привить молодым людям любовь к электронике со школьной скамьи. В связи с этим с 2002 года на базе кафедры радиофизики и электроники проводится региональная олимпиада по электронике среди старшеклассников. В текущем году на региональной олимпиаде по электронике на первом туре приняло более 200 участников. На второй тур прошли после отбора онлайн-тестирования порядка 50 учащихся. Со школ Асакаровского района, Бухаржуровского района, Ахтугайского района, Щетского района, города Караганды, города Писказган и города Бухаш. С каждым годом интерес молодежи к электронике растет. Заметно увеличивается число участников олимпиады. Следует отметить, что столь интересная наука популярна не только среди сильного пола. К примеру, в прошлом году победительницей традиционной региональной олимпиады стала девушка. Задания олимпиады легкими назвать нельзя. Школьников отбирают посредством онлайн-тестов, а затем проверяют их на знание теории и умение демонстрировать знания на практике. Заведующий кафедрой радиофизики и электроники Асалбек Зинедзенов отмечает, уровень подготовки старшеклассников очень высок. Все это следствие интереса к электронике. Как показывает статистика учащихся, у нас присутствует не только учащихся городских школ, но также и отдаленных районов. Это говорит о том, что к электронике есть интерес, он был и будет всегда. Уровень учащихся, можно сказать, достаточно высокий. Проведенные прошлогодние олимпиады показали, что уровень у них достаточно хороший. Подготовки по электронике. В настоящий момент между физико-техническим факультетом Карагандинского государственного университета и Республиканским научно-практическим центром ДАРН ведутся переговоры о расширении масштаба олимпиады. Вполне вероятно, что уже в ноябре текущего года карагандинские школьники смогут блеснуть своими знаниями на Республиканской олимпиаде. Торжан Лянова, Аман Кожанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Ярко, красиво и феерично. Только так можно описать торжество, организованное в честь праздника весны, изобилия и возрождения. В многопрофильном гуманитарно-техническом колледже состоялось мероприятие, посвященное празднованию Наурыз. Вы же чувствуете воздух и пахнет весной? Она нам сейчас Наурыз подарила. У погоды весенней различный каприз. Или выпадет снег, или растает на скорость. Но в любую погоду приходит Наурыз. Это праздник весны. Это праздник природы. Торжественное мероприятие, приуроченное к празднованию главного праздника весны, было организовано в рамках программы Рухани Жангру. Пробудить дух патриотизма и привить молодому поколению чувство благодарности за мирное небо и благополучие. Такие цели ставили перед собой организаторы праздничной программы. Мы пытаемся через данное мероприятие поднять самосознание наших студентов о том, что мы живем в многонациональном, толерантном государстве. Что мир и согласие в нашем республике, в нашем городе, в нашем колледже – это большая заслуга всех граждан, которые проживают в этой республике. В связи с этим все мероприятия направлены на воспитание чувства любви, патриотизма, своей родине, своему дому. Весь вечер гостей радовали своими выступлениями студенты и учащиеся школы искусств. Красочная программа не оставила равнодушным никого и зрителей. В театральной постановке студенты колледжа показали свою теорию происхождения праздника на УРАЗ. Особым подарком для всех присутствующих стало исполнение песни «Япрай» – удивительно тонкой и поэтичной музыкальной зарисовки. «Япрай» можно без преувеличения назвать лирическим символом казахской музыки. Со времен первой записи она становилась объектом интерпретации более 30 раз. Данное мероприятие сплотило студентов и преподавательский состав образовательного учреждения. В этот день на праздник были приглашены и выпускники многопрофильного гуманитарно-технического колледжа. Торжан Лянова, Шалкар Алтенбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Сауголмстер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова